Скажите, пожалуйста, вы говорите о легировании. То есть надо в первую очередь говорить, что концентрация носителей изменилась так же. Но об этом почему-то не слово. Да, я согласен. Но у легирования мало ли что-то было. То есть я думаю, это создано. Хорошо. Да, я согласен, что концентрация носителей была бы наиболее правдоподобной и доказательством. Но вот на данный этап мы работаем над темой. Работа для этой работы чуть больше года, поэтому надо начать. Вы вначале рассказали про ваш метод получения пленок на медной фольге, нагретой электрическим током. Вроде как все хорошо. А потом, когда вам потребовалось сделать образец побольше, вы применили метод CVD. Почему? Ваш метод не позволяет получить то, что вы потом получили на методам CVD? Здесь только ограничения в самой установке. То есть для образцы, для оптических исследований у нас требуется размер порядка квадратных сантиметров. То есть двух-трех. Это возможно получить и нагретую с помощью металлических ток, потому что это ограничение только в камере. А у нас была возможность испытать установку, недавно собранную, поэтому казалось, что классический метод на CVD тоже это возможно сделать. И можно это масштабировать тоже. То есть у вас тут была большая кварцевая труба? Да. Диаметром каким? Около 38 миллиметров. И она длинная. Ну это длинная, понятно. Все-таки вы же образец кладете. Ему немножко можно загнуть по кругу и получится. Может только в этом. Там вы где рисуете структуру с азотом входящим в структуру, вы разрываете связи ССССР. Вот там у вас разорваны связи. Зачем? Азот входит в структуру и дает только лишний электрон по сравнению с углеродом. Это в том случае, если это графитозамещенный азот. А бывают, встраиваются в виде пирольного, либо пиридинового. Это когда именно разрываются ССССР и образуются какие-то... Это фантазия связи при этом. Зачем уровня фермы в лидированном графине, если у вас фотоэмиссионный спектр валентной зоны дает вклад еще и подложка. Метель и никиш. Она же дает вклад. Вы не можете приписать все изменения только графену. Но это проводящая подложка показала, что именно в этом идея, чтобы использовать такие подложки для измерения уровня фермы. Что умеете делать, какой вклад он может давать? У вас месть или никиш дает вклад свой? Умень фермы? Умень фермы. Вы там характеристики плазменной обработки приводите, да? Да. А, значит, я только не могу понять, здесь полярный, какая здесь у нас же ток протекает через плазмы? Да, ну здесь заземление, верхний электрод с землем, а заземление, да, это радиочастотная плазма, который, собственно, стандартный, стандартный генератор. Отвицательная положительность. Переменная, да. А, переменная, это радиочастотная плазма. Это не клювящего. Да. То есть, да, выедет. Хорошо. Это и да. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...